Настя Чумичева, ученица Экимаска Слободской школы. Девушка неравнодушна к истории наших предков, героев Великой Отечественной войны. Ведь ее прабабушка была в числе тех отважных добровольцев, кто хотел отправиться на фронт. Моя прабабушка Буданова Вера Ивановна родилась в Сибири. Когда началась война, она вместе со своими подругами отправилась на фронт добровольцем. Но ее из-за возраста не взяли, так как она была очень молода. Ее отправили на трехмесячные курсы радистов. Окончив учебу, она работала на пароходе Каганович связистом-оператором. После войны моя прабабушка переехала в Муром. Она писала замечательные стихи о войне, о отношениях людей в войну, которые печатались в муромских газетах. Также моя прабабушка имеет очень много наград за доблестный труд в годы войны. Настя – одна из тех, кто решил быть в числе тех, кто чтит память своих родных. И об их мужественных, героических поступках готов поделиться с каждым. К слову сказать, Анастасия Чумичева – не единственный юный патриот из Якимаско-Слободской средней школы. Максим Борисов – ученик третьего класса, также гордится своим прадедушкой – участником обороны Москвы. Я горжусь своим прадедушкой, потому что он был храбрый и мужественный. Прошел всю войну. Я хочу, чтобы другие люди знали о моем прадедушке и загрузил эту информацию на сайт. И действительно, сделать это теперь довольно просто. Достаточно зайти на официальный сайт администрации округа Муром и открыть раздел, посвященный 70-летию Победы. В рамках празднования 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне в нашем городе пройдет ряд больших, серьезных мероприятий и акций. Одной из которых станет акция шествия в колонии с портретами родственников фронтовиков «Бессмертный полк». На официальном сайте администрации округа Муром размещен раздел «Бессмертный полк», в которой каждый желающий из вас, уважаемый житель города, может направить свою информацию, портрет своего фронтовика, родственника и небольшую информацию о нем, о его боевом пути, о его наградах, о его заслугах. Этот проект призван сохранить в каждой семье память о своем родственнике, который защищал нашу родину в те далекие, очень тяжелые для страны годы. Наша школа считает очень важной акцию «Бессмертный полк». И поэтому, как только мы узнали, что такая акция проводится, мы тут же присоединились и заинтересовали всех ребят с тем, чтобы они смогли поучаствовать в этой акции. Дети охотно откликнулись на наше предложение и стали размещать портреты своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек с небольшими комментариями на этой страничке. Эта акция нужна для того, чтобы память была жива, чтобы мы могли гордиться подвигами своих дедов-отцов и чтобы этого больше никогда не случилось. Список Муромского бессмертного полка все пополняется с каждым днем. Общими усилиями совсем скоро будет создана электронная летопись муромцев, героически сражавшихся на полях Великой Отечественной. Екатерина Задовская, Александр Барсуков, Новости 24, Муром. Субтитры создавал DimaTorzok